Мы в национальном складе, где имеются специальные резервуары, холодильники, где будут храниться вакцины от COVID-19. Мы видим, что подготовили вот несколько специальных холодильников. Напомню, что в начале марта в Кыргызстан доставят уже около 500 тысяч единиц вакцины. Прививка будет добровольной. Также врачи отмечают, что дети до 18 лет прививаться не будут. Вакцинация будет осуществляться в несколько этапов. Первым делом прививать будут медработников, далее сотрудников силовых структур и социальных работников. Но человек, выздоровевший после заражения коронавирусом, должен привиться, поскольку пожизненный иммунитет не приобретается и, возможно, повторное инфицирование, говорят врачи. По данным Минздрава, эффективность данной вакцины составляет 95%. Делать прививки будут только с согласия человека. Согласно предписаниям ведомства, вакцину «Спутник Ви» не следует вводить детям до 18 лет и пожилым старше 65. Кроме того, людям, страдающим сильной аллергией, хроническими заболеваниями почек и печени, диабетом, эпилепсией, раком, перенесшим инсульт, имеющим сердечно-сосудистые заболевания, страдающим астмой и рядом других заболеваний. ВИЧ-инфицированным вакцинацию намерены разрешать только на основе заключения врача. «Мы ожидаем поставки уже в начале марта данной вакцины. И как уже со средств массовой информации выинформированы, данная вакцина прошла регистрационное освидетельствование. До этого вакцина российского производства «Спутник Ви» КамГОВИД ВАК, он уже вошел приказом Министерства здравоохранения в перечень жизненно важных лекарственных средств». Как рассказали медики, после вакцинации пациентам необходимо находиться под наблюдением врача в течение 30 минут. После этого под наблюдением участкового врача в течение трех дней. Кроме того, гражданину, который прошел вакцинацию, должны выдать лист с информацией о том, куда обратиться, если вы почувствуете недомогание после прививки. «Первый этап мы планируем – это город Бишкек, Чуйская область и город Тош. А потом уже по мере поступления данных вакцин, так как мы уже информированы, что полный объем вакцин будет по графику доставляться, и будем уже по республике повсеместно проводить». То ли информация еще не дошла или забыли сообщить. Глава общественного объединения гепатиту нет. Нургазыб Атрбеков заявил, что Минздрав больных тяжелой формой гепатита на учет еще не брал. Говорит, открытым остается вопрос, будут ли они провакцинированы или нет. «Нас никто в учет не брал и никто с нами не выходит на связь. Мы даже не знаем от гепатита, те, кто пациенты болеют, мы не знаем, лечиться либо от гепатита или от коронавируса. В пандемии очень много умерших наших, именно хронические болезни. 90%, 95% – это огромная цифра». О безопасности и эффективности прививки говорить еще рано, заявляют эксперты. По информации Всемирной организации здравоохранения, вакцина «Спутник Ви» также показала свою эффективность у людей в возрасте 60 лет и старше. Но ее не испытывали на несовершеннолетних, беременных и кормящих матерях. Поэтому, как действует вакцина на эти группы, пока неизвестно. «Нам нужно как минимум около 4 миллионов граждан провакцинировать. Значит, 3,5 миллиона нам нужно как минимум купить. Хотя бы 3 миллиона. В среднем, если брать по ее стоимости, то 4-6 долларов. Это нужно порядка 12-15 миллионов долларов на закупку вакцин выделить из бюджета». Также на основе безвозмездной гуманитарной помощи в Кыргызстан могут доставить еще около 1 миллиона 200 тысяч доз вакцины. Привиты будут почти 20% населения. Пока что документ находится на рассмотрении Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Кубат Хоншпикулы, Диаса Кимбаев, НТС.